Я со слова начинаю, я с ним не воюю, потому что он, ну, такой, ну, как это, потом строит козни. А я делаю свое дело, и так немножко получается, с Божьей помощью. А этот, батюшка, с вами там был все время-то? А, этот, Гурами, да? Знаешь, да, да. Он, значит, он уже стал священником, он был дьяконом. Да, и он очень ревностный, он положительный дьяконом. Значит, у него он хорошо знает писание, он обращался с септоведением, он проводил беседы насчет различных сект. И вот его рукоположили и назначили где-то в Дидубе, ну, там большой район, священником. Ну, и вот там, значит, он молодой, он же по возрасту, он уже за 40 лет, где-то 50. А, как молодой священник, ну, вот он там пока тихо сидит, он не может себя, вот, реализовать пока. Я у него спросил, вот я недавно видел его, как дела, молчал, ничего не сказал. Я его приглашал к себе, он у меня один раз проводил разбор Слова Божия. Я пригласил одного дьякона, он хорошо знает Слово и такие, значит, хорошие беседы проводит. Он у нас с молодежью провел полностью все деяния апостолов и на очень хорошем уровне. Вот эти проповеди апостола Павла, эти гонения, значит, географию у нас, карты есть. Ну, вот так, и сейчас мы начинаем Галатом, но он служит в другом храме, и, значит, не всегда он может быть у нас. Но он живет, он рядом с нами. Значит, я слышал, что у вас какой-то форум там проводится по твоему вопросу. Вот это, конечно, очень интересно было вас послушать. Может, я бы тоже что-то это сказал. Значит, единомышленников у меня нету. Может, они есть, но я их не знаю. Вот, что еще сказать. Вот вчера у нас было торжество православия. Это мы очень так, торжественно встретили. Здесь вот как раз я что-то там подготовился. Здесь вот они слушали. Да, Слово Божие слушаются. Вот если подготовиться к тему, привести пример отцов и мест Писания, это всегда слушается. Нынче там мед-то у вас собирали по сколько собрали? Мед, да? Ага. Ну, значит, Миша, да? Да. Он, значит, один вместе, братья разделились. Миша в восточной Грузии, а Ливан поехал в западную Грузию. Значит, восточная Грузия – это в сторону Кахети, а западная – в сторону моря. И оказалось, что в восточной Грузии совсем мало меда было. И он там, Миша служит с одним батюшкой, и он туда в деревню ходит, а батюшка – монах. И он все это, значит, в такую сторону монаха вклонит здесь. И он то, значит, то, что знал, вот что я учил там Писание, он, ну, у него заморозилось. Он вот это патриарх, здесь отцы, вот так вот, и хотя бы очень мало цитирует их. А Ливан, он, значит, у моря поехал туда, к морю, в район Поки, и еще там где-то, ну, в общем, западной Грузии, сам третий район. И там он очень хороший урожай собрал. Сейчас он уже собирается большую машину покупать, чтобы там возить, перевозить все. Все это, он освоил это дело. У нас патриарх объявил, значит, когда эта война была, вот такие свуты, работы не было. И вот он объявил, значит, желающие быть пчеловодами, пригласил всех учиться. И у нас хорошие учителя были. Они кончили там, значит, по пчеловодству, большой опыт был, прямо ученые были. И вот Миша и Ливан, они научились. Уже, кажется, уже восемь лет этим занимаются. Освоили профессию. И когда, значит, они работали там, в патриархии, настало время платить. Ну, а как всегда, у них нет денег. И тогда они дали пчелами. И вот с этого времени они начали пчелами заниматься. Ну, в общем, они на этом живут. Ну, нормально. Ведущему, наверное, больше не надо. Миша уже купил машину маленькую себе. Там водит здесь. Ну, вот. Так что это получается. Ну, и к нам приехал, да, вчера, значит, один архимандрит с Москвы приехал. Ну, и вот там разговорился, значит, о Украине, рассказал, ну, вот, какие там ужасные положения. Да. И наш патриарх сейчас, вот, наш святейший поехал в Турцию. Здесь вопрос решать именно подготовка Восьмого Вселенского Собора. Ну, информации никакой не имею пока. И почему-то они вот так вот, где я среди страхи информации, ну, допустим, вы даже можете набрать новости. Грузия, да, вот, оттуда узнаем информацию. Ну, пока, значит, он приедет, конечно, он уже будет, когда в Центральном Храме, вы же видели у нас Большой Храм, Тройцы, там он уже все расскажет, все доложит и уже будет в печати. А пока мы не знаем. Значит, идея была Вселенский Патриарх Варфоломей собрал всех глав церквей, там в Константинополе, то есть уже в Стамбуле. И что там, как мы, это уже информации не имеем. Ну, вот вопрос, что... уже стоит. Да? как у них была принята программа, все там стоит. Ага, ну, вот сейчас, я только сейчас пришел в церкви, я уже сейчас, я уже все, все включу. Сейчас у меня даже там... я тебе сейчас скажу, как называется, подожди-ка, сейчас я скажу, как называется. Так, называется каноны соборов, сравнивая с Библией. Ага, ну да, вот это хорошая тема. Ну, знаешь, здесь... Что у них там было? Там все написано. Какой они программ... далеки. Уже приняли программу. Ага. Они позавчера разъехались. Да, позавчера, да? Вчера, да. на форуме зайди, это все найдешь. Так, я хотел спросить, как не на здоровье-то? Ну, она, так, нормально, по ее возрасту нормально. Вот она этой китайской медициной, она освоила ее, но вот вот эта агрессивность у них осталась. Я ей даже говорю, вот кем ты была? Сейчас же открыл же тебе Игнатий, открыл, показал дорогу. здесь посмотри, какие проповеди. Все на славе Божьем. Он против монахов, против епископов. Так не против епископов, а против нарушений, которые они делают. Кто может пойти против епископов? Да, вот такие они грузинки. А как же говорит слепой слепого ведет, и оба в яму под... Кто ведет-то? Ведет-то это руководитель? А вы молчали, пришли за ним, упали вместе. Да. Ну, понимаешь, вот здесь вот, ну вот я слышал, конечно, они тебя достали, вот, все эти руководители и все твое живое прямо убивается. И против слова это, конечно, ужасное положение. Здесь, ну, рули них. Что ты сделаешь здесь? вот, видишь, вот эти садонисты, все уже доказано, все открыто, и друг другу покрыли, и тихое болото, понимаешь? Опять там эти уже залились в этом, уже все тайное стало явным. и видишь, здесь и так и заморозилось. Это, наверное, там все нужно раскрыть, все перевернуть, всех выгнать, всех новых поставить, нормальных людей. Кто это будет? Они же законсервировались. Вот очень сложно это сделать, да? Значит, отец, скажи мне еще раз, сколько значит, как эта тема называется? Которую я сейчас назвал-то ее? Да, да, да. называется так. Так, где она? Вот она. Каноны соборов сравнивать с Библией. Прямо на первой странице третьей строчки. Ну, я открываю кодом Игнатия Лапкина. Да. Первые вопросы, которые мне задают. Второе, пение птиц, а третье каноны. Третья строчка. Ага. Но это очень меня интересует материал. об этом даже вчера все... Меня сегодня спрашивали, как разбирать. Я посмотрел ее всю и сказал, хорошая программа у них. Да. Ага. Так, календарь они не ставили вопрос, да? Нет, нет. вопросы хорошие, прямо в евангельском духе. Ты обязательно посмотри, посчитай, я ее выставил. Ну, да, да. Это сейчас мне тогда нужно на другой контор перейти, чтобы туда зайти. И рядом православная деревня, рядом православная деревня, последняя пятая страница, посмотри, сейчас вышел третий номер, русский дом называется, журнал, по благословению патриарха, и там про Потеряевку написано. Хорошая статья. Сфотография. Да, да, да. Ну, это, конечно, у нас очень такой, я бы с удовольствием бы тоже бы открыл это. Значит, кто ко мне приходит, молодой, я всех принимаю, открываю дорогу, на что он способен, если читает, пускай читается, здесь, если есть слово, пускай тему подготовит, но, значит, уровень очень такой желает лучшего. А эти, которые, когда я у вас был, вот, в 13-м году, там перевозчисы были, это две сестры, так как они? Ага, да, 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 ну, они в хоре поют, они так церковные, они такие божьи люди и такие смиренные, любящие, достойные. Здесь, да, ну, иногда вот сейчас редко видимся, но в церкви, вот я их вижу. Здесь. Хорошо. Ну, вот, такие дела. Хорошо, я сейчас посмотрю эту тему, там, может, я свяжусь, потом, ну, может, я свяжусь, но я вижу, как ты со всеми общаешься, вот этот человек больной, как ты там с ним, вот, дискусировал, здесь, да, такой, хороший вопрос задается, да, вот это я, ну, постоянно слежу, захожу, ну, уже, как бы, с тобой общаюсь, на канал, на нашем ютубе, в ютубе заходишь на наш канал? Ютуб, да? В ютубе. А вот на ютубе, я, ну, я уже не все могу так, это, там уже у вас по полтора, два часа, иду, так я уже все не успеваю, да, посмотреть. там разные, разные встречи, там и про Украину, про все, 1600 роликов стоит. Ну да, ну там есть, вот, вы все это говорите, все, на Украине, форум, на форуме, все, все это, я это видел. Ты на ютубе, на ютубе, там разговоры у меня идут с Лондоном, с Латвией, с Францией, с Италией. С Лондоном, да, да, какой-то, вроде, сектант был, такой, вот я, я это видел, такой он, потом провел разговор быстро. Да, по скайпу. Ну ладно, одесса, благословляй нас. Больше ничего нету. Да, здесь, уже, как говорится, вы уже должны меня благословлять. Так, Гураму, Гураму, наклон передавай. Да, сеется, сеется, да, а как хоп сходит, там, это, Бог взращивается, значит, в этом году готовится поездка в этом году. Ну вот, что? В этом году мы готовимся поехать, в миссионерскую поездку. Если мы выйдем отсюда 27 мая, мы уходим через Украину, пройдем в Украину, в Румынию, зайдем в эту, в Болгарию, и уходим на Грецию. А из Греции там переплываем, в Италию, и там мы даже до Тито-Португалии. Оттуда проходим через Францию в Англию, хотим попасть, приглашение ждем, а потом мы весь центр Европы берем и проходим на Скандинавию, четыре скандинавских, переплываем и три прибалтийских республики, тогда уже по северу российской страны будем работать. У нас в нынешнем самое длительное путешествие должно быть. Ну, помоги вам Господь. А ты помни, молись, нам нужна помощь, чтобы Господь сохранил. Ну да, я всегда поминаю, даже вчера за чашей поминал, но всегда, значит, Игнатия, Надежду, и со всеми чадами. Ты вот, когда посмотришь четвертое каноны соборов, а пониже православной деревни, и там эту статью увидишь, ты Нино дай просчитать, Нино. Михаилу, дай им просчитать и посмотреть. Скажи, какой журнал патриарши печатает? И они не говорят, а именно православные, которых больше нету, одним Игорь такую деревню строят. Московская патриархия. Да, конечно, это центральный журнал по благосостоянию патриарха. О, это очень хорошо. Это большая стратегия. Она идет по всему миру. Ну, вот на это благословляю, что стучите и отворят. Да. Да, потому что уже, если так уже вскрылось это все, и со всех сторон поднимаются, и служители, и священники, и, значит, уже совесть просыпается. Они уже не под этим игом, здесь этих, ну, руководителей будут. А здесь уже истина восторжествуется. Это как не может быть. Все тайное станет. Господь говорит, что меня будут слушать и вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Это от Бога. Да. Послушание и гонение. Тут ничего особенного нет. Каждый делает, что умеет. Ну, я не знаю. Надо такую... Здесь, как у нас один есть, такой активный прихожанин, говорит, давайте соберем инициативную группу. Там детской. И вот соберем, и начнем там. Нужно было деньги собирать, потом нужно материалы собирать было какие-то для строительства. И вот он так. Здесь, конечно, нужно здесь таких ревностных собрать, иметь общение. И со всех сторон, со всех концов здесь постучался туда, вот, чтобы... Ну, конечно, чтобы это было вот на всех фактах обосновано. Вот как Кураев. Он показал там, как этот... Был этот, как его... Максим Козлов, священник, отец Максим Козлов, да? Да. Да. Он там же был, все это показал, все это... Да, и почему-то самое главное, что вот кто в этом был заинтересован, эти журналисты, Эхо Москвы, вот такие издательства, они замолчали. Что имя? Уже и мороз закрыли. Ну, ладно, отец, отпускай нас. Благодарим. Спаси Христос. Да. Благослови очень. Да, спасибо. Да. Ну, Бога... С Богом всегда будь всем... Хорошо. Да, будь мужествен, и очень мужествен, как Бог сказал Иисусу Навину. Отключай. Будь всем, и очень мужествен. Да, выхожу сейчас. Давай, первый, открещайся. Спасибо, Господи. Это отец наук с Грузии, мой крестник. И он перед народом вышел и говорит, вот приехал мой духовный отец, я там обратился, ну, это все в интернете стоит, он очень хороший. Большой храм закатил строить. Благословит его Господь. Благословит его Господь.